Рыбий жир Но не может он обойтись, начиная еще до зачатия. Вот с этого момента взрослый человек не может обойтись без замеры отреживания кислорода. Точно так же, как без йода. Йод долгое время предлагался так. Ребенок родился, он должен получать йод. Нет. Ребенок должен получать йод, когда он только зачат. Потому что до девятой недели беременности идет формирование внутренних органов, и особенно, что важно, нервной системы и мозга. Значит, ребенок не получает йод, а теперь мы добавляем и селен, который контролирует эти процессы. Ребенок не получает омега-трижирные кислоты, потому что мама не получает. Значит, такой ребенок, когда родится, будет дефицитным. И доказано, что если ребенок получает йод после рождения, даже с первого дня после рождения, он уже 25% интеллекта потерял. Причем это истина стара как мир. Еще древние китайцы это знали. Еще 3000 лет тому назад, когда девушки там выходили замуж, они должны были за месяц до брака обязательно принимать йодированное растительное масло. Обязательно. У нас же все это, видите, было порушено. Так вот, вот эти компоненты дополнительные растительные, они содержат другие вещества, не только витамины и минералы. И эти другие вещества являются такими же незаменимыми в питании, как и витамины и минералы. Вот это мы пытаемся объяснить врачам. Ну, уже, блин, да, витамины нужны, слава богу, согласились. Да, ну, слава богу, минералы нужны. Причем не отдельные, а целые комплексы. И все. А оказывается, что в пище, в пищевых продуктах, естественно, содержится кроме витаминов, которых мы насчитываем полтора десятка сейчас. Кроме минералов, которых мы насчитываем сейчас два с половиной десятка на сегодняшний день. Пока два с половиной десятка открываются значимости других, я потом назову каких. Еще 22 класса веществ нужных питаний. Для нормального здоровья 22 класса веществ. Я вам приведу эти примеры. Это, прежде всего, флавоноиды. Уже это слово расхожее стало, уже со всех репродукторов звенит это слово. Правда, в измененном виде биофлавоноиды. Ну, пусть будут биофлавоноиды. А беременным женщинам можно бивать? Не можно, а нужно. Наши врачи, конечно, страшно боятся всего. Хороший вопрос. Когда моя дочка была беременна, я ей привез из Америки все, что нашел, самое лучшее. Она, правда, не в Петербурге жила. И думать, она пила это. Когда я говорю, у меня в трепет, нет. Почему? А врач сказала, нельзя этого пить. А что пить? А вот она мне сказала купить вот это в аптеке. Ну, что вы сделаете? Организм во время беременности особенно нуждается в витаминах, минералах. Ведь это два организма. Причем один из них такой быстрый, который у мамы заберет все. Организм женщин так устроен, что она сама лишится всего, а плод получит. А чего же, получается, проблемы? Зубы выпадают и так далее. Все, все ребенку, все ребенку, так природа устроила. А если маме не хватает? Тогда и мама начинает болеть. И дитя получается хилое. Вот до чего это, конечно, можно. Не можно, а нужно. Я уточню, мы очень часто такие вопросы люди задают, потому что у нас очень внимательно читают то, что написано на флаконах. И видите, там написано, можно с такого-то возраста, либо такие-то ограничения, либо индивидуальная непереносимость, либо проконсультируйтесь с лечим врачом. На каждом флаконе есть такие надписи. И поэтому люди, читающие, как хорошо умеют читать, да, они такие вопросы задают, и они боятся. Если еще где-то вот детский продукт, к которому привыкли, к лайфпаку юниор, вот традиционный, да, он существует давно, и в ощупь беременные женщины начинают потреблять, то, допустим, к содержанию омега-3, бульней, насыщенных жирных кислот, они относятся с осторожностью. Хотя еще в свое время покойный профессор Воронцов, да, ныне покойный, главный педиатр, вот он говорил о том, что у нас именно в связи с дефицитом, да, вот омега-3 развивается тоже, вот, и там, и селена, и цинка, и так далее, вот патологии, да, именно он, патологии, патологии. Сейчас поговорим. Но это как бы до перерыва такой фундаментальный вопрос, да? Это вопрос фундаментальный на всех добавках. До всех абсолютно, по принципу, как бы чего ни пришло. Понимаете? Вот и все. Вот почему шести лет только можно витамины давать, а до шести нельзя давать, да? А откуда ребенок будет получать это все? Откуда? Пищи нет. Пищи нет. Беременным нельзя давать. Как это нельзя давать? Им не в батак, в высшей степени необходимо. И все эти ограничения, по-моему, беременным, это на всякий случай, для того, чтобы не было жалоб. Потому что нарушение, допустим, беременности, может по любой причине быть. По любой причине. А скажут, что это из-за ваших добавок. Понимаете? Вот почему вот это вот все написано. Но мы это с вами понимаем прекрасно все это, поэтому говорим. И беременные женщины, и беременные, и кормящие мамы, и ребенок, умеющий уже жевать что-то, он должен это все получать. Не даром же я говорю, что йод и селен женщина должна получать еще не стать беременной. До беременности, чтобы когда начнет развиваться плод, он уже имел все необходимое. Это же относится ко мне к этой жирным кислотам, о которых мы сейчас с вами будем говорить. Ну, если хотите, после перерыва. Здесь тоже написано старше 6 лет. Какого-то 6 лет ребенок не растет, и для его кокос и ткани ничего не нужно. Ну, просто имейте в виду, что это требование закона о рекламе. Есть такой дурацкий совершенно закон о рекламе, который нельзя ни в коем случае на этикетках писать, допустим, предназначено для, допустим, улучшения работы сердца. Ни в коем случае. Там должно написано, являются источником витаминов, минералов, еще чего-то. Если кто-то вдруг напишет для работы печени, то этот продукт ни за что не пройдет сертификацию. Понимаете, вот такой закон о рекламе придумали, совершенно идиотский. Вот, ну, какой есть, и ничего здесь не зеркнет. Поэтому, вот к этим вопросам, которые вы в него ставили, отнеситесь с пониманием. Написано до 6 лет. Это ответ на закон о рекламе. Понятное дело, что витамины, минералы, это все должен ребенок получать. Так, честно говоря, еще не тогда, когда он стал ребенком. До зачатия. Так. Поэтому мама должна получать. Затем беременным. Беременным и противопоказанным. Посоветуйте с врачом. Вот самое главное, найти такого врача. Который вам посоветует что-то. Понимаете? Врач, обычный врач, скажет то, что он моей дочери сказал. Ни в коем случае. Ему так спокойно. Он себя защитил от всяких неприятностей. А о том, что женщина будет с проблемами, и с детьми с проблемами никому не касается. Единственное, вот при применении этих продуктов, нужно помнить, что аллергия может быть на любой продукт. Самый естественный. Ну, вы же знаете, что ребенок, где некоторые дети не переносят цитрусовые, не переносят земляник, клубнику. Ну, это уже чисто индивидуально. Здесь вам никто ничего не может сказать. Мы должны просто это все проэкспериментировать. Он попробует на своем репуте. Вот. Идет ему или не идет. Здесь уже ничего не сделаешь. Вот здесь нужно проявлять большое осторожность, начинать с очень маленьких доз, посмотреть, как дитя реагирует. Вот. Это вот этот момент. Поэтому везде там и написано. Вот эти вот все предосторожности и так далее. Но к ним нужно относиться. Вот таким вот образом. Спасибо.